29 мая планируют открыть кафе и рестораны, летние террасы вместимостью до 30 человек, отели и гостиницы. Об этом сегодня на площадке региональной службы центральных коммуникаций рассказал глава региона. Согласно статистическим показателям, наиболее негативное влияние карантинные ограничения оказали на сферу транспорта и торговли. Подробности расскажет Антон Александров. Промышленность демонстрирует рост примерно в 3,5%. Таковы показатели социально-экономического развития региона за первые 4 месяца этого года. Несмотря на карантинные ограничения, удалось сохранить темпы роста экономики во многих сферах. Не смогли достигнуть показателей прошлого года лишь сферы торговли и транспорта, говорит о Кимобласти. Мы планируем в целом по области в этом году порядка 40 тысяч рабочих мест создать. Часть из них временная, часть из них постоянная. Но в целом на этот год я считаю, что беспрецедентные меры поддержки со стороны правительства, государства на поддержку малого и среднего бизнеса в регионах оказываются. Мы стараемся увеличить бюджетные расходы, связанные с поддержкой социально уязвимых групп населения. Трудоустройство жителей сейчас один из главных вопросов, говорит глава региона. На инфраструктурные проекты по строительству, ремонту и благоустройству объектов выделено 63,7 миллиарда тенге. В регионе даже разработан антикризисный план, чтобы минимизировать последствия карантинных ограничений. В общем, это 108 мероприятий по основным отраслям экономики. Сейчас пассажиропоток, по сравнению с тем, который был, например, в начале марта, упал на 40%, и сейчас составляет 55-60% от того потока, который был. Потому что до сих пор еще мы все-таки рекомендовали старшему поколению как-то ограничить себя в передвижении в городе. Детские сады пока еще не работают и так далее. В рамках брифинга Акимобласти постарался ответить на самые разные вопросы, касающиеся продовольствия, общественного транспорта и не только. Кстати, сэкономленные средства от непроведенных массовых мероприятий на мартовские и майские праздники власти направили на борьбу с коронавирусом. Миллиард тенге потратили на поддержку медиков, покупку средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких.